По этому поводу фразу как раз-таки американского писателя Марка Твена, может быть, за это его и запретят сейчас в Америке, когда он сказал примерно следующее, что нам очень нравится, когда вы выражаете свою точку зрения, но при условии, что она совпадает с нашей точкой зрения. Да, ну вот просто золотые слова. Есть такая группа с названием Тату, там девушки поют, что они сошли с ума, что вовсе им не надо, мол, фуфло или туфту, они хотят друг друга, вот это, блин, чума, А мне ничуть не надо, ни женщин, ни мужчин, ни шоколада и ни мармелада, не надо мне помады, ни крема от морщин, Мне нужен Пикачу, мне Покемона надо, Ой, мама, мама, купи мне Покемона, Мама, я хочу Пикачу. О нем мечтают нынче все дети, Хламоны, и некоторые взрослые чуть-чуть, А Покемоны, это вам не тузики, Пусть кричат, что Пикачу попса, попса, Это дели, пузики, Я хочу Пикачу, мама, спасай, Кто-то хочет водки, Кто-то хочет бал, Бутусов песню написал, Хочу, мол, быть с тобой, Он много добрых песен О жизни написал, И, в общем-то, приятно, Что он не голубой, А я хожу, страдаю, Хожу и слезы лью, Сижу и слезы лью, А лежа вовсе в них тону, И крыша моя верная покинула приют, И жареный петух все сзади Норовит боднуть, Ой, мама, мама, Купи мне Покемона, Мама, я хочу Пикачу, Он круче, чем три подразделения ОМОНа, Он вдвое круче Путина, Шучу, шучу, Ай, мама, я хочу Пикачу, Мама, я хочу, Пикачу, 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 Стучат, стучат копыты, Пикачу, Давно мы все ходили, Седели пузики, Музики на голову разбиты, А покемоны Пикачу не победил. Экономика, а значит и политика, Всегда, всегда, С самого, так сказать, Раннего начала развития цивилизации Определялась технологиями. Вот я хочу вам сказать, Что по факту, Уровень науки стал таков, Что мы вторглись, так сказать, В то, что было уделом Бога, По факту. На самом деле речь идет о следующем. Сегодня ситуация колонизации Парабощения заменилась Технологическим порабощением. Раньше вы это делали с помощью Военной силы, А сегодня вы делаете это технологически. Я вам приведу простой пример. Интернет. Что такое интернет? Это цифровой ГУЛАГ. В чистом виде, Но только в отличие от ГУЛАГа, Куда людей хватали, Помещали за колючую проволоку И охраняли, Сюда эти люди все пришли сами. Они сами пришли в этот цифровой ГУЛАГ И очень комфортно там живут. Если человеку объяснили, Что все написано в Википедии, Учиться не надо, И все есть в интернете, То дальше мы выстраиваем общество из людей, Которых простая вещь, Я рубильник вырубил И отрезал голову этим всем людям. Все, вопроса больше нет.